Эта котельная отапливает практически весь стеклозавод. Серьезных перебоев по теплоснабжению минувшей зимой здесь не было. Но котельная, построенная еще в 50-е годы, нет-нет и преподносит сюрпризы. Проверки здесь не ждали, но видно, что работа идет. Сейчас здесь ремонтируют один из котлов. Говорят, зиму переживем. Не боятся зимы и проверок и в Заречном. На капремонт сюда выделили почти 13 миллионов рублей. Подлатать предстоит не только котлы, но и трубопроводы. Почти вдвое меньше денег досталось котельной аэропорта. Теплом от нее питается весь поселок, а это порядка 8 тысяч человек. Один котел здесь уже капитально отремонтировали, доделывают второй. Работа ведется согласно графику. Ну и закончим мы также согласно графику в полном объеме. Опасений ничего сегодня не считает? Нет, сейчас опасений абсолютно никаких нет. Идем в графике, все будет закончено своевременно. Своевременное завершение всех работ зависит от компании «Ямалспецстрой». Именно она, как подрядчик ТГК-14, ремонтирует сегодня все 37 городских котельных. А претензии к подрядчику пока не можете оставить, да? По позже посмотрим. Ну это мы в принципе втянулись, это находится в середине ремонтной компании. Ну вот в июле-августе посмотрим. Если пойдет ли отставание по зарплате, по материалам, по объемам работ, по графику ремонта, будет видно. Мы будем отслеживать это дело. Вот такие выезды, неожиданные, будем практиковать постоянно. На сегодня из планов 25 котлов отремонтировано 15. Другими словами, выполнено 60% всех работ. Пока все идет по так называемому графику, но в городской администрации заверили, что это не повод расслабляться. И пусть уж лучше, как снег, на голову будут такие проверки, нежели замерзнуть зимой от реальных холодов. Мария Латышева, Сергей Петров, Новости дня.